Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. 77 – это только начало. Начало новых планов и проектов. Председатель Совета ветеранов принимает поздравления с днем рождения. Клубы по интересам или как весело и с пользой провести время. Анапскую молодежь снова охватил клубный бомб. День Черного моря. Как восстанавливается главное богатство курорта и чем ему может помочь человек. Контроль и учет. От своих заместителей глава «Анапы» Юрий Поляков потребовал отчитываться о выполнении его поручения на общегородских планерных совещаниях, чтобы результаты работы были видны, а не тонули в общем потоке задач. С начала года в администрацию «Анапы» поступило 446 обращений. 93 из них анапчане озвучили на личных приемах главы и его заместителей. Юрий Поляков еще раз обращает внимание служб на качество работы с обращениями граждан. Пожалуйста, в жалобах пишите конкретно, в какие сроки что вы должны исполнить. Если вы написали, что 27 октября такая-то улица будет там отсыпана, значит, поедьте и проверьте, ставьте у себя в графике, что ее надо проверить. И чтобы мы не получали второй раз письмо, что вы написали, Юрий Федорович, 27 числа, а поручение не выполнено. Большая часть обращений из сферы ЖКХ. По сути, список задач в жалобах анапчан. Их надо брать за основу в работе с сельским главом и коммунальщиком. Выезд на место нужно смотреть, Васильевск, что у вас там не засыпано. А потом, она мне сказала, что вы возите, возите, но сыпите где-то там, не знаю, в центре, на других улицах. А до них, я так понимаю, это в сторону Песчанова, наверное, да? Да, но там действительно с дорогами проблемы, надо уделить там внимание. Анжела Анатольевна, вы на контроль берете какие улицы, все. Еще один повод для критики в адрес властей – постоянные отключения света. Энергосетевое хозяйство Анапы сосредоточено в руках ресурсников, а жалобы потоком идут в администрацию. Есть какие-то регламентные работы или там аварийные работы. Очевидно, у вас есть норма часы. Вот это устраняется столько, это устраняется столько. Ну, когда у людей целый день света нет, возникает вопрос, что делает администрация города? У нас каждый день, вот каждый день что-то происходит в городе, и постоянно отключается свет. Ну, как вы работаете? Объясните, вы можете сделать так, чтобы неделю, две, три у нас в районе не выключался свет? В городе и в районе. В сезон торговли Хамсой, а скоро это будут еще и мандарины, новогодние сувениры и атрибутика, важно не дать нелегальным торговцам заполнить город. Рейдовые мероприятия по выявлению стихийных точек идут ежедневно, доложил замглавы Эдуард Балмышев. Здесь надо жестко держать, я думаю, надо договориться с полицией, они всегда помогают в этом направлении. И удивите этому внимание, 22 ярмарки есть в выходного дня, он на ярмарках торгует, кому надо, тот ее там купит. В магазинах есть везде. В завершении совещания прозвучала задача. На каждой общегородской планерке заместители главы должны держать отчет по выполненным поручениям главы. Председатель городского совета ветеранов Анатолий Гапонов сегодня принимает поздравления. У него день рождения. В органах власти и госучреждениях многие воспринимают его как старшего товарища. Рукопожатие крепкое, настроение бодрое. С именинником встретился и наш корреспондент. Цветы от главы города-курорта и социального блока администрации. Анатолию Гапонову сегодня 77 лет. Дата не круглая, но цифры сложились интересно, как и жизнь в целом. Учеба в Ленинграде, затем 20 лет службы на Тихоокеанском флоте, работа преподавателем в Анапской моршколе. Сегодня это институт береговой охраны. Два созыва был депутатом горсовета, а с 2010-го возглавляет Анапский совет ветеранов. Мне повезло на добрых командиров, добрых людей, добрых руководителей в городе, в муниципальном образовании. Почему, может быть, так получается отношение с руководителями города? В добрых делах мы мэра всегда поддерживаем на благо анапчан, на благо города. А где есть критическое замечание, мы высказываем, что вот там так, так и так. Поэтому, может, и складываются такие отношения, что мы за спиной ничего не делаем. И такие же у меня товарищи подобрались. Сюда приходят пожилые люди с самыми разными вопросами, начиная от коммунальных, заканчивая бытовыми. А то и соседей приходилось мирить. С другой стороны, постоянное сотрудничество с городским управлением по делам молодежи, совместные мероприятия с рассказами о подвигах анапчан и тех, кто сражался на этой земле. Важной вехой именинник считает участие в краевой акции «Имя Кубани» к 80-летию со дня образования Краснодарского края. Анапские ветераны представляли боевое имя. Среди них Сурена Ракелян, Дмитрий Калинин, погибший в боях под Анапой, Егор Лариков, который дошел до Будапешта, где был ранен, а также ветераны войны в Афганистане Владимир Андронов и Анатолий Ешкунов. Мы вас любим, ценим, дорожим вами. А я так, как вас. Сегодня Анатолий Гапонов принимает поздравления. Одними из первых к нему пришли представители городского управления соцзащиты. Отношения строятся с Анатолием Максимовичем на уровне товарищества. Это наш старший товарищ, который всегда поможет, подскажет, если мы что-то делаем не так. Но вообще у нас полный паритет в отношениях. Мы работаем вместе, работаем долго и, я думаю, что плодотворно в нашем городе. По словам именинника, праздник отмечает ударным трудом. С утра был на совещании у главы города. В планах продолжать помогать ветеранам, а также больше рассказывать школьникам о героических страницах российской истории. На этой неделе телерадиокомпания «Напрегион» продолжает совместный с Федеральной налоговой службой проект. В эфире программы новостей мы ответим на наиболее часто встречающиеся вопросы наших зрителей. Сегодня о том, что может сделать проще и удобнее жизни наобчан, мы поговорим с руководителем отдела по работе с налогоплательщиками. Что сегодня делается для удобства налогоплательщика? Особенно интересует такой сервис, как личный кабинет. На сайте Федеральной налоговой службы «Налог.ру» функционирует интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Данный сервис позволяет налогоплательщикам контролировать состояние своих расчетов, получать актуальную информацию о своей задолженности, об объектах движимого и недвижимого имущества. Также очень удобно для физического лица получать налоговые уведомления, распечатывать их с квитанцией об оплате и оплачивать свои платежи имущественные, не посещая налоговую инспекцию. То есть практически не выходя из дома? Совершенно верно. Визитом в налоговую инспекцию не требуется. Станова Сергея, а как стать пользователем этого сервиса? Очень просто. Для этого можно прийти в любую инспекцию, находящуюся на территории Российской Федерации. Не обязательно. Это должно быть место прописки в городе-курорте Анапа. То есть любой гражданин может обратиться в любую инспекцию. Но обязательно при этом нужно иметь удостоверение личности, то есть паспорт. В инспекции выдается регистрационная карта с логином и паролем. И, пожалуйста, можно будет пользоваться данным сервисом. Станова Сергея, спасибо большое за это интервью. Сегодня Международный день Черного моря. Он учрежден для привлечения внимания к экологии и сохранению богатейшего природного ресурса, которым в том числе располагает и наш курорт. Каждый год во время летнего сезона экосистема Черного моря испытывает колоссальную нагрузку. Восстановиться за осенне-зимний период оно просто не успевает из-за особенностей гидрологической системы. Черное море очень ограниченно имеет обмен воды. И полностью его вода в море, вот через канал Средиземное море, через Босфор, вот этот полный водообмен происходит от 500 до 2500 лет. То есть вот то, что в море здесь попадает, оно только, ну, в лучшем случае, через 500 лет оно может уйти. То есть, по сути, это внутренний закрытый такой водоем с плохим и очень медленным водообменом. Процессы сейчас развиваются не самым лучшим образом, поскольку освоение берегов моря идет интенсивно во всех странах. Это урбанизация его берегов. Черное море уникально. Состав его воды схож с плазмой человеческой крови. Именно поэтому люди так комфортно чувствуют себя в нем. Фитонциды морских водорослей, которыми постоянно дышат жители побережья, обладают слебными свойствами. Перечислять положительные факторы влияния Черного моря на человека и окружающую среду можно бесконечно. Однако последние годы экологи бьют тревогу. В уникальном водном организме под влиянием антропогенного фактора происходят изменения. Одно из них в июне этого года обнародовали ученые НАСА. Им удалось заснять из космоса изменение цвета Черного моря. Оно окрасилось из темно-синего в ярко-бирюзовый. И связано это с обильным размножением особого фитопланктона, который раньше находился в балансе с остальной экосистемой. К чему это может привести, ученым только предстоит разобраться. Но помочь уникальному природному богатству может каждый человек. Для этого достаточно бережнее относиться к природе, убирать за собой мусор, не вылавливать бесконтрольно рыбу. Важно понимать, что море – это все-таки исчерпаемый ресурс. Мы все зависим именно от этой экосистемы. Если она погибнет, у нас здесь установится окружающая среда, которая будет нас просто разрушать, и мы будем все болеть. Все. То есть мы не будем здоровыми людьми. По-моему, это очень важно. Наше здоровье зависит от того, здоровое море или нет. В Анапе регулярно проходят субботники и экологические акции, в рамках которых волонтеры освобождают побережье от бытового и природного мусора. Процесс очищения моря, то есть выброс мусора на берег, происходит постоянно. А это значит, что оно всегда нуждается в помощи, которая по силам каждому из нас. Молодежный формат. Новое название фестиваля «Клубный бум». Традиционная молодежная вечеринка прошла сегодня в Центре культуры Родина. На интерактивных площадках можно попробовать свои силы в изготовлении различных поделок, сборке и разборке автомата, ну и просто весело и интересно провести время. Как отмечают в управлении по делам молодежи, число как самих клубов, так и юных посетителей постоянно растет. Руслану Стамбальяну 67 лет, а этой мельницей пользовалась еще его бабушка. Если заправить мельницу кукурузой, то можно получить самую настоящую мамалыгу. Вот это я передам сейчас своему сыну младшему и скажу, что передай своему сыну младшему. Он работает руководителем кружка в клубе, который находится в селе Гайкадзор. Мельница, прялка и горшок, которому почти полтора века, наглядное пособие, чтобы дети не забывали о корнях, само собой, танцы, песни, поделки. В среднем, вот если взять в среднем, то клуб по месту жительства в течение 8-9 часов посещают 45, 50, 55. Все зависит от того, как мы поставим работу. Не дети должны ко мне пристраиваться, а я к детям. В зале столы, украшенные в осеннем стиле. На каждом свой маленький мастер-класс. Как правило, это предельно простые технологии, которые может освоить каждый. Но в итоге получаются либо просто красивые, либо функциональные вещи, как, например, эти корзины из бумажных трубочек вместо соломы. Кристина из поселка Пятихатки. Она делает вареники. Ее подруга Алина в клубе научилась играть в настольный теннис. Она уверенно говорит, что там интереснее, чем в интернете. Да, намного. Там можно пообщаться на интересные темы. Да много есть чего вообще. Там приходишь, там всегда разные развлечения. Там есть вистер, много настольных игр. Сегодня каждый может выбрать занятие по душе. В городе появилось юно-армейское движение, обновилось постовое движение. В клубах по интересам сегодня занимаются более полутора тысяч школьников. В молодежном центре 21 век отмечают, что за 5 лет их число выросло примерно на 20%. Причем развитие идет не только в городе, но и в сельской местности. В то время, как во всему Краснодарскому краю прослеживается тенденция уменьшения этих клубов. У нас на территории муниципального образования, я с гордостью хочу сказать, это количество только увеличивает. Вдумайтесь, больше 40 вот таких объединений, которые работают на постоянной основе, в которых приходят наши молодежь, дети. Сегодня дворовые клубы сформировались как универсальные площадки для живого общения по самым разным поводам. И организаторы движения говорят, что всегда открыты для диалога и новых идей. Этнографический диктант напишут в гимназии «Аврора». Накануне Дня народного единства 3 ноября в каждом регионе страны пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Третий год подряд площадкой для его написания в Анапе станет гимназия «Аврора». Учащиеся 9-11 классов и студенты Анапского сельскохозяйственного техникума на этнодиктанте проверят свои знания культурно-исторических особенностей разных народов, языков, географических названий, предметов быта, блюд национальной кухни и другой аутентичной терминологии. В прошлом году в Анапе написали этнографический диктант 34 человека. Все желающие проверить свои знания могут прийти в гимназию «Аврора» 3 ноября в 9.30, чтобы успеть пройти регистрацию. Начало в 10.00. Время выполнения заданий участниками – 45 минут. Урок противопожарной безопасности преподали сотрудники МЧС России школьникам, отдыхающим в детском центре «Смена». Сейчас там проходит всероссийский детско-юношеский форум «Юность Динамо. Будущее России», в рамках которого дети, кроме основной образовательной программы, знакомятся с благородными профессиями, призванными помогать другим. Цель этого мероприятия, я думаю, что это пропаганда нашей службы, потому что это наши будущие, возможно, помощники и, может быть, кто-то заинтересуется и придет к нам со временем на службу. Профессия пожарного входит в десятку самых опасных. Спасая людей и имущество от огня, пожарные рискуют своей жизнью буквально каждый день. Юным «Динамовцам» демонстрируют специальный дыхательный аппарат «Омега», в котором сегодня работают пожарные. Допустим, если маска подвала, то происходит такое – воздух выходит сюда, но туда не попадает ничего. Потом проверяют – аварийная подача. Аварийная подача – это кнопочка, которая, если плохое самочувствие или нехватка воздуха, он добавляет. Форма пожарного весит более 5 килограммов, а полная экипировка – не менее 20. Надевать рабочую форму пожарный должен за 40 секунд. Проделать это представилась возможность и всем желающим. Ничего, гневного комфортного резины. Это все, конечно, затрудняет одевание боевое здесь. На самом деле, немножко тяжелый. И мягенький такой, и тяжеловат. Но все равно достаточно комфортный и удобный. Но очень приятно, что представляется такая возможность поведаться с такими людьми, узнать много нового, можно сказать, защитить свою жизнь. Профессиональным пожарным в борьбе с огнем активно помогают добровольцы. В нашей стране существует Всероссийское добровольное пожарное общество. История его возникновения началась еще в 19 веке. Сегодня общество продолжает активно вести свою деятельность. В Краснодарском крае в добровольном пожарном обществе состоит более 20 тысяч человек. Основная деятельность Российского добровольного пожарного общества – это, конечно, пропаганда пожарной безопасности. Это, конечно, работа добровольцев. Это наши сотрудники добровольные пожарные, которые в отдаленных населенных пунктах проводят пропаганду пожарной безопасности. Которые производят тушение. В Анапском районе, к примеру, проводилась опашка земель, опашка сухостоя. То есть это тоже проводят добровольные пожарные. А для детей, конечно, необходимы эти знания. Они должны тоже, когда вырастут, участвовать в таких мероприятиях по предупреждению пожаров. Конечно, в первую очередь они должны уметь защитить сами себя от пожара. Сегодня ребята узнали об истории возникновения пожарной службы, о том, как она менялась годами и какое оборудование имеют на вооружении сегодняшние спасатели. После теории перешли и к практике. По словам юных «Динамовцев», встреча с сотрудниками МЧС оказалась интересной и полезной. Теперь каждый из них знает все не только о методах тушения и как правильно вести себя во время пожара, но и о людях, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти других. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями «Финская» с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 1 ноября в Анапе ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов. Ночью прохладнее – 7 выше нуля. Ветер северо-западный – от 7 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 13 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследование, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.